Партнер проекта Беларусьбанк. С социальной ответственностью перед будущим. Мой папа работает Дедом Морозом и в лагере начальником лагеря. Моя мама пишет сценарии для сказок. И еще мой папа работает и индейцем, бабой-ягой, папандополой. Моя мама пишет сценарий, и потом папа выступает. У моего папы нужная работа, ну, он веселит детей. Для него это самое главное, чтобы дети были радостны после его выступления. И дарит им подарки. Когда вижу Деда Мороза на Новый год, счастье и радость. Мой папа добрый, хороший, умный, веселый, хорошо готовит, хорошо выступает. Ну да, иногда я тоже могу быть маленькой снегурочкой и помогаю им. Или могу быть звездочкой. Ну, просто мы здесь дома, когда к нам люди приходят. Я им помогаю печь печеньки. Потом разговариваю с детьми и танцую. Мой любимый праздник – День рождения и Новый год. Потому что на День рождения дарят подарки, и на Новый год дарят подарки. Я люблю Новый год за то, что мы всей семьей собираемся, радуемся, разговариваем, долго сидим до пяти часов. Мы всегда выходим в баню, и после папы с дедушкой, они бегут, и у нас есть пруд такой, и они ныряют в него. Мой папа добрый, умный, хороший, радостный, веселый. Мороза – хорошая профессия, потому что он дарит детям и людям счастье. Был какой-то поиск, и меня пригласили поработать с Немурочкой в ресторане. А в пару мне поставили Олега, который был начинающим Дедом Морозом. И мы так познакомились, а потом и, собственно, поженились и создали семью с тремя детьми. Я занимаюсь организационными моментами всеми, то есть от придумывания, сочинительства, создания праздников, от идей и воплощения ее в жизнь. Отношение к Деду Морозу больше как к какому-то волшебству, к созданию сказки в жизни детей. То есть у нас такая услуга даже есть – семейный Дед Мороз. То есть популярно иметь уже у нас семейного доктора, семейного психолога, а мы предлагаем семейного Дедушку Мороза, с которым растут дети в семьях. И не один ребенок, а два-три ребенка в одной семье из года в год хотят видеть одного и того же Деда Мороза. Они ждут встречи именно с ним, и Дед Мороз знает их какие-то секреты, мечты, пожелания. То есть они ждут того, как реально какого-то дедушку своего. Я долгое время работал педагогом, я работал тренером очень много, лет 20. И наступил такой момент, когда просто созрела необходимость выхода накопленной энергии, знания, любви, тяги к людям. И непосредственно большое было желание семьи. И это было как компенсаторная форма, то есть в поисках семьи, в поисках возможности общения с детьми. Самое прекрасное, эта работа позволяет расширять диапазон своего сердца. Потому что на самом деле к этой работе идешь не для того, чтобы там заработать деньги или еще что-то, для того, чтобы самореализовать свою личную потребность в любви. Каждый знает, что елки очень голки и голки. В 12 лет работы я очень сильно изменился. Изменился и благодаря Деду Морозу. То есть если изначально я был зажатый, сухой, административный человек, то есть я преобразуюсь благодаря Деду Морозу. Ну и безусловно, образ Деда Мороза в моем исполнении, он тоже постоянно преобразуется. 16 лет назад и сегодня это два разных Деда Мороза. Самое главное, что должно произойти, люди не должны потерять веру в любовь. Они не должны озлобиться. Они должны быть добрыми, любящими и сильными. А злоба к нам приходит тогда, когда мы становимся слабыми. Когда мы не умеем решать вопросы непосредственно через добро, мы ищем другую энергетику, ну и через зло пытаемся что-либо сделать. Итак, еще раз. Да! 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 И! Да! И! Ура! Ёлка загорелась! Партнер проекта «Беларусьбанк». С социальной ответственностью перед будущим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова